Пару метров с каждой стороны и стройплощадка гораздо просторнее и удобнее для строителей, для остальных ровно наоборот. Часто забор захватывает не только тротуар, но и половину проезжей части. Городские власти намерены вернуть бизнесменов в рамки дозволенного. На оперативном совещании в администрации Самара озвучивают результаты замеров. Из 28 проверенных стройплощадок все вышли за границу участка. Большой беды в этом сами бизнесмены не видят. В городе строятся сотни объектов и лишь немногие могут похвастаться тем, что не прихватили лишние метры. Ограждения на газонах и тротуарах доставляют неудобства не только пешеходам. Из-за этого службы благоустройства не могут даже уложить тротуарную плитку. Первый заместитель главы города Владимир Василенко предлагает объединить усилия городской административно-технической комиссии по благоустройству, земельного центра и стройконтроля против недобросовестных застройщиков. Работа, чтобы строители зашли наконец в границах своих земельных участков и работали, и не вылазили на дорогу или на землю общего пользования. И вторая задача, которую ставил Олег Борисович нам, это для того, чтобы с этих строительных площадок не выносилась грязь на проезжую часть. Городские власти проинспектировали и площадки, где уже должно вовсю идти строительство. Но они простаивают просто так. Департамент строительства и архитектуры выявил четыре участка, где можно расторгнуть договор аренды с застройщиком. Одновременно департаментом в соответствии с поручением главы городского округа Самар подготовлено предложение по дальнейшему использованию данных земельных участков для решения проблемы обманутых дольщиков в качестве компенсационного механизма для привлечения новых застройщиков, которые будут завершать строительство проблемных объектов, удовлетворять права дольщиков. Земля должна работать, уверены в городской администрации. И такой механизм поможет освоить участки под строительство в установленные сроки. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События.